Всем привет, с вами компания Thermostar, меня зовут Валентин. Сегодня хочу показать вам очень интересную котельную, которую мы недавно сдали в эксплуатацию. Эта котельная расположена между двух домов. С левой стороны дом на 180 квадратных метров, неизолированный, вообще такая старенькая постройка. И с правой стороны хорошо утепленный дом площадью порядка 350 квадратных метров. Котельная расположена между этими домами, соответственно она обогревает оба этих дома. От котельной до дома с правой стороны порядка 20 метров. Соответственно, давайте посмотрим, как эта котельная работает. Как видите, эта котельная на твердом топливе. Вот наш дымоход с фермой, которую мы подняли. Внутри находится у нас котел от компании Хайс Техник, моделька Кио Кадуо. Этот котел, который умеет работать на лузге подсолнуха, на пилете из лузги подсолнуха, на древесной пилете. И даже может работать на угле. А также у этого котла, вот посредине дверцы, там находится решетка с водонаполненными колосниками, которая позволяет этому котлу в процессе автоматической работы добрасывать какие-то там дрова, да, для того, чтобы экономить непосредственно гранулы. Если у вас во дворе есть какие-то отходы, да, остатки дерева, вы можете в процессе работы периодически подбрасывать. К тому же, на случай остановки котла, в случае какой-то поломки, вы всегда можете эксплуатировать данный котел в ручном режиме, как в аварийном режиме, так сказать. То есть, для того, чтобы вы не замерзли, если что-то, не дай бог, сломается. Хотя у этого котла, в принципе, тут ломаться нечему. Значит, сейчас котел работает на самом дешевом виде топлива. Это пилеты из лузги подсолнуха. Немногие котлы могут это топливо переварить, а вот этот конкретно котел справляется с ним очень даже хорошо. Давайте посмотрим, как выглядит само топливо. Котел сейчас стоит в режиме ожидания. Смотрите, мы открываем бункер, как только поднимаем крышку, вот топливо, автоматика нам кричит, что бункер открыт, котел становится в режим паузы. Это техника безопасности. И вот оно, наше топливо. Как видите, очень много мусора. Обычные пилетные котлы этот мусор не переваривают, и эту пилету кушать не могут. А вот этот котел, как за милую душу, как говорится. Смотрите, мы просто берем, закрываем, застегиваем снова застежку. Ничего нажимать не надо. Котел дальше продолжает работать. Итак, к автоматике мы подойдем чуть-чуть позже. Давайте посмотрим, как непосредственно устроена сама котельная. Переключу сейчас режим на камере. Вот он котелок. Подойдем сзади. Что мы видим? Первая насосная группа. В ней установлен трехходовой термостатический клапан с температурой обратной линии 45 градусов, для того, чтобы защитить котел от образования конденсата. Далее, на выходе из котла у нас группа безопасности, аварийный клапан на 3 бара, воздухоотводчик и манометр давления. Его видно вот с этой стороны, если посмотреть. Дальше вот эта насосная группа, она расположена между котлом и коллектором. Здесь коллектор с кидрострелкой от компании Валенхит. И, соответственно, 4 насосные группы. Не 2, а 4. Почему 4? Сейчас объясню. Все дело в том, что заказчик так пожелал, чтобы в котле и конкретно вот в этой части находился у нас антифриз, не замерзайка. Соответственно, есть возможность вот эти группы опорожнить в случае, если котельная не будет эксплуатироваться, для того, чтобы не держать котел постоянно в подогретом состоянии зимой, если он не понадобится. И для того, чтобы залить сюда, соответственно, антифриз, мы установили 4 насосные группы. 2 вот эти насосные группы верхней, соответственно, 2 теплообменника здесь стоят, мы их утеплили, и 2 насосные группы, которые снизу тянут из теплообменников. С левой стороны насосные группы работают на дом, вот этот, который стоит, с левой стороны от котельной. А с правой стороны, вот эти 2 насосные группы, они, как видите, подключены. Вот такую трубу мы пробросили, специально утепленная труба, труба, извиняюсь, которая идет 20 метров под землей, вот в соседний стоящий дом, площадью 350 квадратных метров. Теперь по логике работы. Значит, автоматика нашего котла может управлять непосредственно одним трехходовым клапаном с сервоприводом. Он находится вот здесь у нас, под насосной группой с левой стороны. И троглотопливный котел имеет свой погодный датчик. Он следит за погодой на улице и выбирает, какую температуру теплоносителя нам необходимо подавать непосредственно вот в этот дом, который находится слева от меня. С правой стороны стоят прямые насосные группы и вся температура котла, минимальная температура на этом котле 60 градусов, она уходит в соседний стоящий дом. Там у нас отдельная котельная со своей собственной автоматикой, которая также по погоде контролирует температуру теплоносителя и подает непосредственно в собственную систему отопления дома. Поэтому между вот этим котлом и котельной, которая находится вон там у нас, постоянно циркулирует температура 60 градусов. Это необходимо еще и для того, что от этого твердотопливного котла у нас греется отдельный бойлер косвенного нагрева объемом 300 литров в котельной большого дома. Об этом мы тоже чуть позже поговорим. Я буду снимать видеоролик про ту котельную и буду подробно об этом рассказывать. Ну и соответственно, вот для этого контура у нас стоит свой собственный расширительный бак. Объемом 24 литра. Здесь, как видите, у нас котел, дымоход, ферма. Дымоход можно очень хорошо почистить. Здесь у нас есть заглушка для слива конденсата. Ее снимает. Можно снять, открутив соответствующий винтик на хомуте и почистить дымоход, потому что он у нас весь ровный. Это у нас канистра с водой для дополнительной безопасности. Она идет в комплекте с котлом. То есть, если, не дай бог, у нас пламя будет стремиться в бункер, по какой-то причине вначале сработает автоматика, которая выдавит вот этот жар обратно в горелку. Но если это не поможет, то при превышении 95 градусов вот эта вода зальет просто шнек, для того, чтобы ни в коем случае, не дай бог, не было пожара. Здесь у нас блок автоматики. Вот так собраны провода. Здесь у нас есть возможность по отдельности отключать нагрев либо одного, либо второго здания. Давайте посмотрим, как работает автоматика котла, что она умеет. Итак, как видите, у нас здесь время, погода на улице, температура котла 60 градусов установленная, в котле 57. Итак, дальше. Температура горячего водоснабжения. Это бойлер, который находится в 20 метрах в соседнем здании. Мы тоже видим температуру от этого котла. Так, что-то я быстро нажал еще раз. Температура котла. Температура в бойлере. Температура подачи топлива. То есть, автоматика видит температуру шнека. Вон там датчик синенький, если видите. Как я сказал. Для безопасности. Температура обратной линии. 55 градусов установлено, 56 де-факто. У нас там стоит клапан на 45 градусов, но это сделано специально. Ничего страшного. Даже если температура обратки будет около 50 градусов или 45, не будет с котлом, потому как он работает на билете. И температура клапана. Это непосредственно температура трехходового клапана и датчика, который стоит. Соответственно, по погоде задается температура теплоносителя, который подается в соседний стоящий дом. Как только на улице будет холодать, автоматически котел выберет температуру выше и будет повышать температуру теплоносителя, подаваемого в это здание с левой стороны. Ну и как видите, котел остыл на 2 градуса, включился и сейчас находится в режиме работы. Давайте посмотрим, как он горит. Думаю, это вам не нравится. Вот так горит котел. Вот на узге подсолнуха. Он уже работает несколько суток. Все очень хорошо прогорает. Смотрите, какой пепел. Ну, это свойство узги подсолнуха. В ней есть масла, и пепел не рассыпается. Такой, знаете, как полностью. Он немножко держит форму. Смотрите, как он выглядит. При этом обращаю ваше внимание, что в процессе работы вот эта горелка, она еще и вращается. Для того, чтобы перемешивать топливо с непосредственно подаваемым воздухом. В процессе вы увидите, вот здесь. В самом, в процессе сжигания идет максимальная эффективность. Также над горелкой подается дополнительный воздух для сжигания пиролизного газа, чтобы ничего не попасть в форме хлопа. Вот, видите, сейчас горелка вращается. И давайте посмотрим на среднюю дверцу. Вот так. Вот у нас средняя дверца. Плавненько ее открываем. И вот они, наши водонаполненные колосники, куда сверху можно забрасывать дровишки даже в процессе автоматической работы. Главное, не забивать эту топку полностью, да? В процессе автоматической работы, для того, чтобы оставлять место, куда будут уходить непосредственно дымовые газы с нижней части котла. А в случае, если у вас что-то произошло с котлом, и он почему-то не работает, вы всегда можете перевести котел в ручной режим и просто вот сюда кидать дрова и, соответственно, эксплуатировать его в ручном, аварийном режиме. Вот так красиво это все горит. Хочу также обратить ваше внимание, что котел работает очень тихо, на мой взгляд. Ничего не гудит, не трещит, не тарахтит. Также, смотрите, здесь у нас есть дополнительная система защиты двигателя. Вот под этой крышкой находится специальный такой болт с определенным коэффициентом твердости, который соединяет непосредственно наш двигатель с редуктором. И в случае, если в бункер попадет что-то твердое, камень, там, не знаю, кусок арматуры, такое бывало, то, соответственно, для того, чтобы двигатель не сгорел, двигатель просто будет крутить редуктор и сорвет болт, который соединяет двигатель с редуктором, тем самым отсоединив шнек от двигателя. И двигатель будет вращаться в холостую, но он не сгорит. Ваш котел просто потухнет. В комплекте идет вот такой вот запасной болтик, который можно будет заменить, если у вас такая ситуация произошла. Еще раз покажу котельную. Освещение, топливо. Есть возможность почистить дымоход, вот здесь открутив крышку. Есть возможность, как я сказал, почистить дымоход, соответственно, открутив заглушку с конденсатом, с отводчиком. Дымоход двухстенный, изолированный сэндвич. Ну и всегда говорю о в обязательном порядке наличие притока свежего воздуха в котельную для котлов с твердым топливом. Это обязательно. Ну а на этом у меня все. С вами, как всегда, была компания Термостар. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всего доброго и до новых встреч.